Итак, в этом выпуске Советика мы поговорим на довольно-таки странную тему, но сразу говорю, что те, кто смотрят, это не пиар. Мы сейчас в прямом эфире без смс-регистрации будем выбирать вам, преподавателя. Я считаю, что определяющим вопросом, на который каждый должен себе ответить, когда ищет преподавателя, заключается в следующем. Зачем я иду к преподавателю? Чаще всего приходят за техникой, кто-то приходит для того, чтобы узнать теорию, либо увязать теорию с техникой, потому что очень часто это является проблемой для тех, кто уже определенное время играет самостоятельно и хочет преуспеть продвинуться, прокачать свой навык и прокачать мозги, так скажем. Также важным аспектом является, в каком стиле вы ищете себе преподавателя. Если вы любите джаз, то идти к преподавателю, который преподает гитарный каннибализм, гитарное геройство и экстремальный стиль металла, сами понимаете, не очень разумно. Но я думаю, ни у кого из вас по этому поводу вопросов не возникает. Итак, возвращаемся к важной теме, важному вопросу. Что преподаватель может мне дать? Я уже сказал, техника, теория, фразировка, импровизация, возможно, какие-то специфические моменты, когда человек уже что-то умеет и он хочет в этом направлении еще улучшить себя, поднять свой скилл и понимает, что он очень долго стоит, топчется на одном месте и чего-то не хватает. Обычно не хватает, так скажем, направленного внимания, умения видеть как раз элементы техники, которые его тянут назад, не дают ему прогрессировать так, как он бы хотел. Так вот, давайте теперь, ответив на основной вопрос, пробежимся по так называемым подпунктам, которые я тоже тут выделил, их будет несколько. Ну, допустим, пункт номер один. Как человек играет? То есть, сами понимаете, логика здесь железная, человек должен уметь владеть техниками, должен связно что-то обыгрывать, должен уметь, да, то есть вы должны, смотря на человека, понимать, что он понимает, что он делает, и делает это весьма хорошо. Очень забавный факт, кстати, заключен в том, что не каждый, далеко не каждый шикарный гитарист является хорошим преподавателем. Ну, давайте, навскидку, вот так вот я пометил себе парочку чуваков, я вам приведу их сейчас в пример. Допустим, есть шикарный гитарист Зак Уайлд, у него есть школа пентатоник хардкор. И вот, когда ты смотришь, он говорит, сейчас я вам покажу фразу, там, простая фраза, типа пентатоники. И потом его словно уносит, и он начинает, там, вот это вот дубасить, там, в каких-то там секстолями, или, там, 32-ми нотами, он играет это 3 минуты, и ты такой, типа, и это упражнение? То есть, ну, чувак увлекается, да, то есть, ну, бывает такое, хотя к Заку Уайлду, как к человеку, который, типа, умеет играть на гитаре, вопросов, ну, не возникает, их возникать не должно, потому что это наглядный пример, как можно и уметь фигачить пентатонику в бешеных темпах, прям, а чтобы искрилось, да, ну, равно, как и делать искусственный флажолет. Есть другой пример, есть Ингви Мальмстен, боже, просто шикарный, вот ролевая модель. Ингви Мальмстена обожаю, держу в курсе, но, черт возьми, открываешь каждую его видеошколу, и там говорит, бррррр, вот эта фраза, сейчас медленно, бррррр. Ну, не умеет человек медленно показывать, вот, подавать информацию. То есть, по сути дела, к нему имеет смысл обращаться, когда ты уже вот, ну, либо фанат Ингви Мальмстена, либо такой типа, я вот там хорошо играю вот это, и мне нужно чуть-чуть в неоклассику пойти. Да, тогда туда вот как бы без лишних прелюдий прямо отправляешься, смотришь Ингви Мальмстена, замедляешь в 2, в 4, в 8 раз, наблюдаешь нюансы техники, учишься. Но именно представить себе, вот допустим, представить себе ситуацию, что вы пришли на урок, да, там, пусть им, там, человеку, который преподает вам в формате Ингви, да, то есть, такие сидите, вот у меня, короче, штрих не получается, он такой, ща, я тебе покажу, начнет получаться, и такие типа, а, ну, ладно, вот, то есть, сами понимаете, достаточно иронично, гротескно это все выглядит, да, если это вот представить себе, да. И есть другой пример. Есть, допустим, такой человек, как Пол Гилберт, у которого, на мой взгляд, его видео школы Intense Rock, часть 1, часть 2, являются хрестоматийными. Мало того, что там куча полезной информации, видео, кстати, с субтитром у меня есть в канале Телеграм, но он еще достаточно понятно объясняет это тебе. То есть, казалось бы, человек, вот там вот где-то, да, в плане уровня ты на него вот так вот смотришь, возможно, даже в бинокль, а он говорит, вот я сейчас сыграл вот эту быструю фразу, но на самом деле там вот все вот очень четенько, да, вот тут переменный штрих, вот тут пальцы такие, сякие, пятое, десятое, да. У Зака Уайлда и у Ингви Мальстена, ну, это редко встречается. У Ингви Мальстена, по-моему, это вообще не встречается, но я знаю, о чем говорю, потому что я смотрел не одну видео школу этих прелестных джентльменов и не по одному десятку раз. Так вот, есть еще один пример, Джон Петруччи. Ты открываешь его интенс рок, а не интенс рок, а этот рок дисциплин. Двухчасовая, по-моему, школа. Ну, там, конечно, первые полчаса растяжка, как там это, то есть все, пятое, десятое, возможно, это кому-то будет полезно. Но потом наглядно, в медленном темпе тебе показывают пальцовку, штрихи, рассказывают что-то, дополняя, да, то есть есть определенное понимание у человека, когда он что-то показывает, как это подать для того, чтобы его поняли. Вот. Ну, возможно, как раз определенное время, проведенное в Беркли, здесь тоже решает, да, не нужно сбрасывать со счетов. Все-таки Мальмстин сам учился, несмотря на то, что семья музыкантов, да, как бы, вот он все это дело постигал. А Петруччи, насколько я знаю, определенное время учился в Беркли, но не доучился, если я все правильно помню. Ну, так вот, значит, первый пункт. Как играет? С этим разобрались. Идем дальше. Следующий у нас пункт. Как объясняет? Это фактически вытекает из первого. Но здесь нужно понимать вот что. Так называемая работа с людьми. За мою практику я понял очень любопытную вещь, что, несмотря на то, что мы приходим обычно с теми же самыми проблемами, воспринимаем мы информацию все немножко по-разному. Иными словами, что я имею в виду, что если человек, которому что-то показываешь или объясняешь, тебя не понимает, ну, допустим, первый раз не понимает, второй раз не понимает, то тебе это сразу сигнал, что тебе нужно подобрать другие слова. То есть это то, что называется, о чем я поговорю чуть позднее, индивидуальный подход. То есть фраза, сказанная определенным образом одному человеку, будет им понято, а другим не понято. То есть под как объясняет, это не только то, что там один не может остановиться, притормозить, а другой как бы вот все наглядно показывает. Не только это, а еще то, насколько человек может донести лично до вас информацию. То есть объяснить так, чтобы было наглядно, понятно и не вызывало вопросов по теме, только разве что дополнительных, чтобы что-то уточнить. Идем дальше. Третье. Стилистическое направление. То есть я уже в самом начале говорил об этом, но представьте себе, вы, прожженный джазмен, приходите к человеку, который полвека играет Brutal Death Metal. Вы, скорее всего, не особо договоритесь. Поэтому для людей, которые начинают с нуля, я бы выбирал вообще общую, так называемую, специализированную историю. Ну, то есть, допустим, не уходил бы в какие-то экстремальные стили, скажем, человек гитару еще даже не нюхал, да? Он такой, я хочу играть Black. Потому что, допустим, у таких узконаправленных стилей, у них определенные требования как к технике, так и к определенному набору навыков. Ну, допустим, если мы говорим про Black или Technical Death Metal, то это очень быстрое тремоло. Как бы человеку, который не держал в руках гитару, это будет осваивать очень тяжело. И сами понимаете, что гармонически это тоже очень сильно отличается. Иными словами, вы должны оценивать и понимать, кому вы пришли. Если вы хотите играть в фанк, а вам предлагают играть в Metal Core, то, возможно, вы не совсем по адресу. Идем дальше. Как строится занятие? Что я под этим подразумеваю? Не то, что строится, да? Как бы ситуации бывают разные. Истории я наслушался от учеников тоже достаточно много, вплоть до того, что чувак приходил, ему включали фильм, не знаю, там, с Ричкодзаном. И как бы он говорил, о, смотри, как классно, давай мы сейчас вот это попробуем, да? То есть там часть занятия как бы ушла, да? Человек там в это время, не знаю, чай пил, образно говоря. Разной фигни я повидал, как в том мемасе я видел некоторое дерьмо, да? Что я подразумеваю под тем, как строится занятие? Логика повествования. То есть, если, допустим, человек новичок, то ему бесполезно показывать трилогию Мальстена. Или, не знаю, там, Farewell Bell от Зак Уайлда, да? Люди, знающие меня, поймут. Если человек не новичок, то бесполезно ему показывать, рассказывать, там, я не знаю, какие-то самые базовые моменты, что гитара – это как бы штука из шести струн, из дерева, да, и все такое прочее. То есть, иными словами, логика должна быть какая? Что, во-первых, человек, к которому вы пришли, сразу понимает, на каком вы уровне. И сразу, относительно вашего уровня, строит, ну, не то чтобы программу, да? Он строит повествование. Так или иначе, я убежден, что программа, она является универсальной в голове у каждого преподавателя. По крайней мере, я пишу это с себя, да? Но эта универсальная программа имеет определенные ответвления, как дорога, которая имеет развилки. То есть, иными словами, приходит ко мне человек и не любит глэм. Ну, бывают такие люди, которые не любят глэм, сам я люблю, но как бы слэша, ну, на дух не переносит. Ну, бывает такое, да? Ну, так не нужно ему скармливать то, от чего его тошнит, верно? Следовательно, мы можем обойти слэша и что-то выбрать такое, что как бы устроит и его, и меня. Потому что меня это устроит с позиции техники, чтобы человек обогатился как технически, так и фразовым словарем, так и начал, как музыкальное мышление начало развиваться, да, и все такое прочее, да? То есть, понимаете, о чем я говорю? Логика построения занятия. И, по сути дела, вы должны как раз понимать, что либо, ну, если вы оказались в такой ситуации, что либо вы не тащите, у вас как бы из жопы уже ростки растут, вы прилипли к дивану, а все равно как бы воссыны не там, либо вы как бы ковыряете в носу, другой рукой как бы делаете упражнения и думаете, блин, какого хрена, да? Все очень логично, все очень понятно и все достаточно просто, если просто на секунду как бы об этом задуматься, да? Дальше. Учет пожеланий. Это пункт пятый. Есть ли учет пожеланий? Нет учета пожеланий. Сами понимаете, люди, которые приходят, они, ну, не может быть такого, чтобы им нравилось, допустим, музыка совпадала с моим предпочтениями, скажем, там, 100%. 100% вероятности, да? Кто-то любит больше металлкор, кто-то любит, там, не знаю, хард-рок, кто-то любит блюз и так далее, да? Моя задача как преподавателя и задача любого преподавателя как преподавателя, как я считаю, это найти общий язык в плане интересов. С одной стороны, чтобы человек развивался, а с другой стороны, чтобы он, как сказать, играл то, что и ему хотелось бы, и то, что было бы полезно. Я об этом говорил в одном из видео, что есть материал, который просто хороший, а есть материал, который учит, вот, чтобы вот эти моменты, они, как бы, желательно шли рука об руку. Давайте дальше. Шестой пункт. Так называемый климат. Я уже об этом говорил. Я это называю индивидуальный подход, ну, или работа с людьми, потому что работа преподавателя – это, по сути дела, взаимодействие с человеком, да? Что я под этим подразумеваю? На мой взгляд, преподаватель, как вот эффективное звено вашего прогресса, должен обладать не только навыком скиллов, да, и всего такого прочего, что он может вам показать, благодаря чему вы очень обогатитесь, да? Он должен еще, как сказать, улавливать как и настроение, так и вообще ваш темперамент. Ну, давайте я чуть подробнее постараюсь вам объяснить достаточно, как бы, наглядно. Люди по темпераменту разные. И, допустим, одного дисморалит, когда на него, фигурально выражаясь, там прикрикнут, да, там, типа, эээээ, и он такой, о, все, ну, вот я там лох, там лох, вообще все посыпалось. А другой человек в этой ситуации, если на него прикрикнуть, он наоборот собирается, такой говорит, о, что это я, блин, тут это как-то сижу, как нюня, раз это расплылся весь, да, и начинает, собрался, начинает играть лучше. И задача препода, на мой взгляд, заключается во многом именно в этом. То есть понимание психотипа человека, темперамента человека, который к нему пришел. Потому что для кого-то очень важно, чтобы его похвалили. Для кого-то важно, чтобы на него, как сказать, поднажали. То есть это обычно такие очень в тонусе ребята, возможно, спортсмены. То есть они привыкли через надрыв работать. И они от преподавателя, может быть, осознанно, может быть, даже неосознанно, но вот жаждут вот этого. То есть вот сейчас у меня не получается, но дай ты мне, фигурально выражаясь, оплеуху метафизическую. И я сразу соберусь и начну дубасить. А другому эта метафизическая оплеуха создаст дисмораль на неделю или на месяц. И он будет такой, ну вот, меня препод обоссал. Ну и зачем дальше? Чем я занимаюсь? Понимаете? Вот как раз именно это я подразумеваю под индивидуальным подходом. Потому что если вы считаете, что индивидуальный подход это, если вы пришли к чуваку, который играет, там, не знаю, хард-рок, и вы будете с ним играть джаз, то нет. Это так не работает. Я еще раз возвращаюсь к самому началу видео, что все ветки скиллов прокачать у человека ни у кого не получится. И в одном из других своих видео я говорил, что человек лучше всего преуспел там, если он именно в узком профиле очень хорош. Ну, Гатри Говен, гений Фьюжена. Или, допустим, Мальмстин, отец него классики. Или Зак Уайлд, там, как бы король пентатоники. Как угодно, какие угодно титулы, каким угодно, как сказать, мировым звездам вы можете навешивать. Но не нужно сбрасывать со счетов, что, допустим, если посадить Зак Уайлд и играть джаз, ну, на фоне, я не знаю, Франко Гамбали он будет достаточно блекло выглядеть. Вот. И вот именно как раз возвращаясь к индивидуальному подходу, что такое индивидуальный подход? Это человеческий фактор и работа с людьми. Понимание темперамента, понимание человека, который к тебе пришел, как с ним взаимодействовать. И самое главное, не нужно сбрасывать со счетов то, о чем мы поговорили до этого. А поговорили мы вот о чем. Значит, как играет, кому вы хотите прийти, как объясняет, что играет, это стилистика, да, как строятся занятия, есть ли логика повествования в занятиях, определенная, как бы, отправная точка, чтобы вам не давали либо слишком сложное, либо слишком простое. Учет пожеланий ваших, чтобы вы не играли, фактически не то играли, что, как бы, вам хотелось бы, да. И самое важное, на мой взгляд, опять же, что, как бы, является движущим стимулом в любом деле, когда ты работаешь с людьми, это климат, который создается в процессе работы. Вот так. Поэтому, учтя все вот эти моменты, можете смело идти, выбирать себе преподавателя. На этом все. Субтитры создавал DimaTorzok